Привет, друзья! Это четвертый выпуск. Ответы на ваши вопросы, которые вы задаете нам в комментариях. На этот раз мы будем отвечать на них по пути из Москвы в Санкт-Петербург. И первый вопрос касается мишеней. Хотелось бы увидеть обзор гонгов, бронемишеней, производитель, марка и так далее. Сейчас мы начали тестировать мишени от компании Armored Target. Она находится в Екатеринбурге. И это высококлассные, на самом деле, хорошие очень мишени. У нас в распоряжении есть поперы, свингеры, качалка с двумя тарелками металлическими и звезда. Собственно, мы их потестируем. И мы уже потестировали часть из них. Вообще, есть еще инстаграм, где мы каждый раз выкладываем, если что-то с мишенями интересное происходит. Мы об этом тоже там рассказываем, так что подписывайтесь на наш инстаграм. Practical, нижнее подчеркивание, shooting, нижнее подчеркивание, channel. Так мы называемся. Вот, ну, мы не будем сильно останавливаться на этом вопросе. Мы просто снимем ролик рано или поздно об этом. И вы все это увидите воочию. А теперь к другим вопросам. Павел Веригин спрашивает. Интересно ваше мнение о калибре 7,62х39 в практике. Также о классе стандарт калашников. Ваше мнение о его перспективах и его отличие от стандарта. Не очень он подходит для практической стрельбы как таковой. Ну, прям напрямую. Но если он у вас есть, то есть если у вас есть карабин 7,62х39, почему бы не пользоваться им. Тем более, что касается тюнинга на калашников, то здесь давно уже все сильно вперед продвинулось. И даже на 7,62х39 можно довольно существенно отдачу снизить до приемлемого уровня. И, ну, не достигать такого же уровня все-таки, как на 5,45, на 223-м не получится это, к сожалению. Но при этом продвинуться довольно существенно. И тем более сейчас у нас, например, возник дефицит с патронами. И 5,45, и 223-го калибра. А 7,62х39 кое-где еще остаются. И, например, вот как резервный калибр сейчас в такой период тренироваться вообще самое то. Если рассматривать этот калибр сугубо для практической стрельбы, то там будут свои издержки и на стильности, и все остальное. Но, с другой стороны, некоторые могут заниматься практически стрельбой не для медалек, а для того, чтобы практические навыки свои совершенствовать, или, по крайней мере, сохранять на уровне. И тут этот калибр, как охотничий, он, наверное, еще более интересный, чем 223-й. Хотя дурацкие какие-то правила вводят по ограничениям на этот калибр, но, в принципе, калибр достойный. И для охоты, для такой прикладной цели он вполне годится. Поэтому, мне кажется, не то, чтобы вам нужно прям в первую очередь покупать этот калибр, но, имея такой калибр, хуже не будет. Ну и что касается стандарт калашников, ну, я не сторонник, честно говоря, делить классы уже существующие на еще что-то там местное, то, что есть. Да, понятно, у нас много карабинов различных в 7,62х39. Ну, как вот Сергей сказал, это замечательный вариант для того, чтобы отрабатывать навыки безопасного обращения с оружием и какие-то навыки начальные, спортивные. Ну, для того, чтобы получать какое-то преимущество в этом калибре, выделять отдельную лигу. Ну, есть у нас лига калашников спортивная. Пожалуйста, да, стреляйте там, замечательные упражнения. Ну, как таково и отдельно выделять класс калашников в практической стрибе? Ну, я не сторонник. Сергей, ты что по этому поводу думаешь? Ну, смысл определенный был, потому что патрон не проходил под мажорный фактор, так называемый. То есть его мощность была недостаточно для того, чтобы за него больше очков начислять. При этом у нас в России это самый распространенный был калибр. Ну, и сейчас он самый распространенный. И как вид оружия тоже самый распространенный. Поэтому, в принципе, хуже нет. И во многих странах, например, в Таиланде существует мини-райфл, так называемый. Поскольку там 223-й в принципе запрещен, то дали возможность трять из винтовок просто в 22 ЛР. Long rifle. Это очень такой маленький слабенький патрончик. Но во всем мире это практикуется. Я не считаю, что прям плохо, что у нас это было бы. Но, как правильно сказал Иван, если вот прям хочется в калаше поупражняться, если хочется попробовать эту модель в деле, то добро пожаловать в Лигу Калашников. Там она специально под этим создана. Сергей спрашивает. А что вы думаете по поводу АК-платформы? Что лучше взять АК на базе АКМ, на базе сотой серии с АГМК, или уже лучше взять АК на базе АК-12, АК-15, ТР, ТРИ? Именно в рамках спорта. Я думаю, что здесь нет какого-то однозначного ответа. В принципе, для практической стрельбы в любом случае потребуется подготовка специальная. А специальная подготовка с нуля, наверное, была бы экономически просто более обоснованна. Потому что если взять условно, так называемый, тактикульный АК, на котором есть уже свое цевьё, этот АК будет стоить дороже, то пилить его будет сложнее и дороже. В таком случае лучше взять какой-то самый-самый простой вариант, нужном вам калибре, и подготовить его для практической стрельбы. Тем более, сейчас тюнинга завались. У нас очень-очень богатый рынок и отечественных, и иностранных производителей, и по деньгам это, в принципе, доступно. Начиная от Custom Guns к зенитке, и заканчивая такими компаниями, которые хардкорно тюнингуют оружие, типа Saga, делают целые шасси. Так что, мне кажется, лучше взять попроще и самому запилить. Другое дело, если вы хотите универсальности, ну, может быть, сразу купить какой-нибудь АК-12, только в гражданском исполнении. Ну, про АКМ мы только что выше проговорили, про АКМ-762 на 39. Наверное, если есть смысл под практическую стрельбу делать, это как раз-таки 100-я серия с Сайга МК в 5.45 или 5.56, а АК-12 значительно дороже. Там есть несколько нюансов, и, насколько я помню, то и в Инстаграме, опять же, и на канале уже рассказывал об особенностях этого карабина. Ну, как бы, для практической стрельбы из коробки смысла нет, да. Для отработки безопасного вращения с оружием, для тренировок, в принципе, пойдет. Для спорта не самый оптимальный вариант. Может быть, стоит дождаться уже АКВ? Да, это очень новая разработка интересная, где есть Апер Ловер, так называемый. Там легко доступный ствол для чистки, там легко доступный УСМ. Ну, и ряд других преимуществ, например, штатная левая рукоятка. И даже там используются такие решения, которые в свое время использовались в шведском, в оружии финском, в зигзаворе. Такая шторка, которая под действием и движением левой рукоятки сама приподнимается, но при закрытии она закрывает эту часть и закрывает ее от грязи. В общем, это хорошее направление, действительно что-то новенькое в плане совершенствования, изобретения оружия. Так что я это дело приветствую. Другой вопрос, что это должно быть проверено временем. И основной вопрос, основная проблема калашниковской системы, там решена эта установка прицела. То есть там за счет того, что бланка установлена на Апере вместе со стволом, то есть не нужно будет каждый раз перепристреливать, заботиться о точности, повторяемости установки крышки ствольной коробки. В каком-то смысле получается, что плюсы арки были воплощены в системе АК. Итак, Арбуз 200 спрашивает. Недавно смотрел ваше видео про типичные поломки вебрян. Хотелось бы что-то подобное про АР-система, какие там есть слабые места. Сам являюсь владельцем АР-15 от АДАР. И пока настроен небольшой, проблем нет, но хочется узнать, к чему готовиться в будущем. Заранее спасибо. Мы хорошее видео запилили с Иваном, где по полочкам буквально разобрали все проблемы. Вот по этой ссылке, если вы перейдете, то узнаете все проблемы вебря. Что касается АР-системы, то она, конечно, тоже не идеальна. И там есть чем ломаться. Ну, здесь, наверное, раз уж про вебрян вопрос был, наверное, идет речь о гладкоствольных АР-ках. Если речь идет о гладкоствольных АР-ках, то это вообще не паханное поле, поскольку очень большое количество турецких, а за ним и всех остальных производителей, пошли в эту область и напилили целую кучу ружей. И в том числе я сейчас занимаюсь таким интересным ружьем, как Тигрис. И это ружье, в принципе, имеет много положительных сторон, но, конечно, не лишено недостатков. Так или иначе, вылазят то производственные, то инженерные проблемы, то еще какие-то, но и свои преимущества тоже. Например, Иван со своими ребятами, которых он тренирует, стрелял, отстрелил Тигрис на точность, и у тебя очень интересные результаты получатся. Да, в сравнении с 30-й Сайгой, с Сайгой 30-й, с Випрем 205-м, Тигрис показал заметно намного лучшую кучность по остребе пулей. Ну, мы сделали вывод, что это сводится к тому, что на калашниковской системе все-таки планка с установленным прицелом является подвижной. То есть, ну, невозможно ее зафиксировать в нормальном положении, в одном и том же. А здесь же из-за системы Upper Lover, опять же, прицел у нас стоит на планке, жестко связанном со стволом, и за счет этого никуда ничего не гуляет. Что касается аэросистемы нарезной, то эта система гораздо больше существует в мире. Когда-то она была Armalite-производима, а теперь всем миром производится, в том числе множество достойных арок производится в России, в том числе ваша арка это Adar. И, безусловно, там уже большинство проблем решены, но сами арки, они разные, потому что у них разные крепления цевья. У некоторых есть так называемый досылатель, подаватель, заталкиватель, такая клавиша, которую вы насильно пытаетесь запихнуть патрон в патроник, который просит его туда не запихивать. И разные детали отличаются, производственные покрытия отличаются, некоторые арки имеют пластиковые и так далее. Но из того, что я встречал, иногда трескается то место, куда прикрепляется приклад, поскольку при отдаче есть определенный рычаг, плечо, и если там недостаточно правильно выполнена эта часть, то происходит трещина. Кроме того, на арках иногда люфтит Апер и Ловер, но некоторые считают, что это проблема. Я не считаю, что это большая проблема. Ну, болтается и болтается. Технически, может быть, можно убрать этот люфт, и многие сейчас, как преимущество, выдают, специально подкручивают или используют пины такие толстые, чтобы не было этого люфта. Но, по сути, это не проблема. Также, естественно, есть проблема с газовыми камерами. Если вы перегреваете, то там могут быть всякие деформации, или даже она плавится, но стрелять нужно капитально это взять и высадить 5 магазинов подряд, и тогда она разогреется до красна. Или такой недостаток, что вот ствол быстро выходит из строя, потому что он черный, потому что он изнашивается. Но что вы хотели? У вас ствол не покрыт хромом, а хромом очень-очень жесткое покрытие, по сути, поверхностное, и он действительно сохраняет ствол. До 15 тысяч, скажем, на свинарках она жива, а вот на некоторых, на 3-4 тысячи уже летят утюги. То есть нарезы, ну, либо стираются, либо уже подтираются, что некоторые пули не входят нормально в нарезы. Короче, проблем хватает. Ну, при этом и сейчас все больше производители хромированные стволы ставят, химическое оксидирование развивается, то есть покрытие сами тоже используется. Ну, при мне была ситуация, когда сломался затвор, иногда один раз даже на недозакрытом затворе произошел выстрел, иногда возникают трещины, если неправильная была обработка металла, неправильная термо, так называемая, обработка. Ну, в общем, там бывают проблемы, очень супер характерных, я не знаю, чтобы они касались всех абсолютно арок, но наверняка у вас есть знатоки. У нас на канале есть знатоки, которые эти проблемы знают. Ну, опять же, пружинки какие-то, пины, это периодически тоже меняется, пружины УСМ, ударник тот же самый может ломаться. Поэтому как АР, так и АК, это системы, проверенные временем, но другой вопрос, кто их воплощал, потому что если у компании недостаточно опыта, она просто технологически, хорошую инженерию может не отработать на все 100%. Да, АР-платформа, она более разнообразна по производителям. Итак, следующий, спрашивает граф Хрущев. Ну, если про арки начали, продолжаем. Расскажите про снобизм владельцев АР-платформ, почему это происходит? Какие АР входит в топ-5 при условии возможности купить их на российском рынке? Что думаете об АДАР еще раз и почему компания умерла? Спасибо заранее. Для вас будет большой сюрприз, компания АДАР не умерла, а переродилась как Феникс, так что у фирмы АДАР еще все впереди. Что касается снобизма, то все понятно, любые владельцы АК это нищеброды, а любые владельцы арки это высшая раса. Как вы только покупаете арку, вы сразу как электрон переходите на новый уровень. Знаете такое слово, квантовый скачок. Только специалисты и владельцы АРК знают такую терминологию как квантовый скачок. Вот у нас у всех есть АРКи, кроме одного нищеброда, так что пока что вот так. Ладно, все это шутки. Теперь давай, ну-ка, Иван, как на твое собственное мнение, усмотрение, какие топ-5 АРК российских ты поставишь? Ай, 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 всего 5. Давай вспомни вообще, кто есть. Значит, АРКи выпускает Орсис. В небольшом количестве выпускает. Немного Орсис все еще выпускает. Раз, дальше. Наверное, по массовости все-таки Форд, наверное, сейчас, да? Форд, но это российская арка или не российская? Ну, это китайская арка, которая собрана в России. С некоторыми российскими запчастами. Хорошо, дальше. Вот, Альфа-технологии, собственно, чей карабин у меня? Альфа-технологии, это хорошее производство и базируется в Москве в объекте. Дальше. Союз-ТМ. Союз-ТМ, я обладатель целых двух таких АРК, очень классный. Дальше. Так, Кожаев у нас, по-моему, Арк собирал. Царство ему небесное. Да, но, как бы, дело-то живет, насколько я знаю. Серьезно? По-моему, кто знает, делает для Кожаев еще его производство Арки, пожалуйста, скажите. У меня товарищ недавно купил, но он купил в старичке. Ар-10 и 15. Кого-то еще мы забыли? Есть сбор в этом ВПК, там это Арки, которые 9х19, но они же будут делать и Арки в калибрах 223, может быть, даже 5.45. Это уже шестой, кстати. Курбатов. Курбатов, седьмой. Великолепная семерка минимум, может быть, мы еще кого-то забыли. Если речь идет не только о российском производстве, а о Арках, которые еще можно купить, то последние Арки есть Daniel Defense, одна из самых топовых компаний американских. Вот это восьмая, но из них семь к России непосредственно отношения имеют, восьмая привезенная из Америки, но там санкции, по-моему, сейчас жестко это дело все перекрыли. Еще тех Крим, который выпускает Арку, ну, не совсем Арку, там оригинальная во многом конструкция, но карабин 509 ТК и ТК 510, это 9х19, 345, можно сказать, что это восьмая Арка, которую вы можете купить. И они хотели выпускать в 366-м, но в итоге отказались от этой идеи, потому что там технологически это было слишком геморройно, переделывать одну в другую. Чтобы ранжировать эти Арки, нужно провести хороший тест. И вы понимаете, к чему я клоню, правда? Так что отложим ранжирование на потом. У этого видео нет спонсора, но вы можете поддержать нас, приобретая товары в магазине pschannel.ru. Там очень много разного тюнинга для вашего оружия. Это всегда проверенный товар и адекватное отношение к покупателю. Тем, кто постоянно приобретает аксессуары для своего оружия в магазине pschannel.ru, мы делаем скидку 10%. На сегодня это все. Задавайте ваши вопросы в комментариях, и на самые интересные мы дадим ответ в одном из наших следующих видео. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...